Ну что ж, и всем привет, с вами Вейджсов Синь, и сегодня мы продолжаем выживать на сборочке Аграриан Скайс, версия Майнкрафта 1.6.4. Ну что ж, поехали, у нас 15 серия, и чем мы будем сегодня заниматься? Заниматься мы будем тем, что будем пытаться распахивать мод, который называется Тинкерс... Тинкерс, 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 Тилворкс. В общем-то, для этого нам понадобится, я думаю, кастинг-бейзинг, если я правильно помню, ну, литейный стол, короче. Дальше нам понадобится воронка, нам понадобится кучу кирпича, который я заранее нажарил. Я пока не знаю, я пока не испытывал вот этот билд за кадром, поэтому хз, все может пойти не так. Ах, я не знаю реально, что вообще здесь может пойти так. Так, так. И если я ложу вот так вот, ты его забираешь? Отлично. Для пота, однако же, страшная сила. Ну что ж, значит, все нормально. Я просто думал, что у меня начнет экспортироваться. Мой бедненький. Так, мне нужно две сервопривода. Ну, пусть будет две таких. В общем-то, чтобы сделать кирпичи из Tinker Steelworks, нам нужно сделать такую штукенцию. Сейчас я вам покажу. Вот такие кирпичи нам в итоге надо получить. Чтобы их получить, мне нужно обожженный камень и кирпич. Соответственно, на выходе мы получаем что? Правильно. На выходе мы получаем то, что нам надо. Так, сейчас мы сюда. Жбеньк сервопривод, жбеньк сервопривод. Хотя, наверное, не совсем правильно. Наверное, все-таки сверху надо заливать это все дело. Как-то вот так. Так, скапываем драм наш. И давайте вот так вот поставим. Так, я уже накосячил. Мне здесь нужна жидкостная труба. Жбенькс. И также сервопривод. Говорим, что ты всегда работаешь. И давай-ка ты мне экспортить будешь. Что скажешь? Ничего ты мне не скажешь. Абсолютно. Вот ты жопа. Вот ты вообще. А почему? Почему ты не хапаешь этот кирпич? Все еще пусто. Так, давайте здесь. Ага. То есть вот так вот ты его будешь хавать. Ну, хорошо. Хорошо. Мне не принципиально, где ставить бочку. Не может вытягивать оттуда. Поставим сверху. Жалко, что ли? Вот тебе раз. Ну, и небольшой сундучок нам нужен. В котором будут находиться непосредственно кирпичи. И, соответственно, тоже отсюда будет экспорт идти. Сейчас я ее настрою. Экспорт. По. Всегда. И давайте вставлять. На. Ей-ей. Заливай. Поехала. Все, отлично. Небольшая автоматизация у нас готова. Теперь мне надо все вот эти вот кирпичи. Ну, если быть точнее, давайте, наверное, оставим вот эти вот восемь. А все остальные точно закинуть. Я извел всю глину, которая у меня была, на мою будущую печку из Tinker Steelworks. На самом деле она достаточно простенькая, но в любом случае надо делать. Так, далее из Tinker Steelworks. Так, Tinker где там у нас? Ага. Понял. Есть у нас тут книженца. Она делается тоже достаточно интересно. Это нам надо обычную книгу. Залить восемью милибакетами обожженного камня. То есть, по сути, можно попытаться подсунуть книжку на тот момент, чтобы открыть, посмотреть и увидеть, что нам вообще предстоит. Потому что я, честно говоря, пока этот мод вообще не трогал, я его, ну, можно сказать, только подсмотрел. Что с ним и как его, что с ним делать и как вообще что строить. То есть, с самим модом я вплотную не знаком. Так, раз-два, раз-два. Пока у нас нет кожи, будем довольствоваться тем, что есть. Вот так и вот так. Все, замечательно. Палки выкидываем. И ждем-с, когда у нас... О! Эх, эх! Что такое дикий-то, а? О! Замечательно. У нас появилась книжка Steelworks and You. Есть у нас в Тинкерской конструкции Materials and You, а здесь Steelworks. Steelworks, точнее. Соответственно, Steelplate и так далее. Все это делается именно в этой печи. Вот такая вот книжка. Тут много чего написано. Печь у нас может быть 3 на 3, насколько я помню. Ну, 24 Scored Brick. Ты-ты-ты, ты-ты-ты, drain и так далее. Тут что-то половина, ничего не описано. Duck, drain, да, тут есть еще duct. Это такая штука для автоматического запихивания в какой-то из инвентарей. Вот так она у нас будет выглядеть. Это у нас оксидайзеры какие-то. Ну, в общем, 3 вида ресурсов, которые нам надо будет запихивать в печку. Ресурсы, вот эти проценты, я понятия не имею, что означают. Но сразу же идем, допустим, дальше, да? И вот, допустим, чтобы получить сталь, нам надо песок, redstone и... Как это? Порох. Все у нас, в принципе, есть. И чаркол, то есть древесный уголь. Для свиного железа я вот это вот не понимаю, что это за хрень низом, ну да ладно. Дальше, для того, чтобы сделать брики сразу же, нам нужен уголь обычный, песок и камень. Внутрь запихать будут брики. Также мы можем делать кварц на халяву. Ну, опять же, из этой печи можно сделать обожженные камни именно для этой печи. В кастинг-бейзинге, я так понимаю, если положить большой блок, то можно и другое сделать. Ну, в общем, все, в принципе, понятно, все адекватно. Вот этот дак-то появился для загрузки автоматической в печь чего-либо. Хотя я не знаю, для чего он именно нужен, но, наверное, это в том случае, если у вас вообще ничего нету, кроме тинкер-констракта. Дип-тенк контроллер, он является, ну, аналогом тенков из... Сейчас скажу, ребят, аналог тенков из рейлкрафта, наверное. Да, у нас добавляются еще вот такие вот блоки с помощью этого мода для дип-тенка, что надо именно сделать. Ну, вот, нарисовано, как бы, как его строить, что можете строить так, так, так. Так, и можно еще сверху, допустим, вот эту хрень поставить, и у вас будет стекать все это вниз. Не знаю, насколько нам это надо. Да, кроме того, добавляется апгрейд этим модом. Это апгрейд на вакуум, то бишь на магнит, по сути. В общем, этот магнит позволяет примагничивать вещи, которые находятся достаточно на далеком расстоянии от нас. Ну, в чем бы нет. Давайте пока начнем делать нашу печуню. Печуня отличается от основной печки и стинкер с констракта, ну, и делает этот мод абсолютно другой человек. Но, к сожалению, этот мод заброшен, сразу же скажу. То бишь, уже ждать чего-то нового от этого мода смысла никакого нет. В общем-то, у нас есть только для нашей печуни. Мне понадобится, ну, возможно, ладно, хрен с ним, два дрейна. Не знаю, зачем два дрейна, даже не спрашивайте. У меня, по идее, одного будет достаточно. И, в принципе, все. Дальше нам нужны обычные кирпичи. Делается она, еще раз повторюсь, только 3 на 3. Ну, по крайней мере, как я понял по описанию. Соответственно, давайте строить. Раз, два, раз, два, раз, два. Готово. Ну, допустим, я не знаю, давайте контроллер ставим справа, а слева пусть будет два дрейна. Раз и два. Столы и, как это, литейный стол и литейный резервуар используются обычные с тинкер с констракта. Поэтому, ну, ничего такого. В зависимости от того, насколько высокую мы хрень эту поставим, он будет больше хавать одновременно железо. Да, здесь это будет железо. Кроме того, нам, если я правильно понял, нужен непосредственно древесный уголь. А древесный уголь нам сделать, угадайте, правильно, не из чего нахрен. Потому что у меня нет дерева. А, нет, вру. Чуть нету-то. Дерево-то у нас, да черт. Я же специально делал. Да, я, кстати, до сих пор не запустил свою системку. Ну, потому что гладиолус. Не получается пока ее запускать. Потому что я, ну, не так часто захожу в игру. Как хотелось бы. Потому что не успеваю чуть-чуть. Ну, и поэтому, как только я захожу в игру, я сразу же начинаю распределять по печкам все оставшееся. И у меня еще не допереварилось много что. То есть я вам сейчас покажу, из-за чего я пока еще систему не запустил. Но, в принципе, как только вот этот вот сундук опустеет, а он, как вы видите, уже близок к этому, то я могу включать уже свою системку на пол. Но этот сундук, он чисто сюда все экспортил. Здесь уже все пусто. А здесь пока все переваривается. Ну, это будет загружаться. Это не обращать внимания. Вы видели даже во время того, пока я вам показал, уже загружаться начало. Здесь во всех сундуках больше нету никаких ресурсов именно на переплавку. То есть здесь чисто для того, чтобы засунуть в наши ящики. В ящиках я поставил везде дальние выходы, не знаю зачем. Ну, дэнсы, везде трубы. Но я думаю, это будет лучше. А то у меня в итоге наверх начнут попадать вот эти вот стальные всякие предметы. Мне это нафиг не надо. Ну, стальные, олово и так далее. Вот. Что еще? Ну, пока, наверное, все. Сейчас мы тупо ждем, когда нам нафигачь нужно количество кирпичей. Как говорится, хотя бы не вручную и на том спасибо. И потихонечку будем строить. Какую высоту мы сделаем? Да, хэзэ. Давайте сделаем высоту, ну, 4. Это будет достаточно. Насколько я понял, по забугорному летсплееру больше чем 8 блоков, точнее по забугорному обзорчику модов, больше чем 8 блоков смысла особо ставить нет. То есть поставить можно, но он все равно будет видеть не больше 8 блоков. Поэтому еще раз повторюсь, смысла в этом никакого. Так, пока у нас делается чаркол древесный. Да, вот у нас инвентарь. Как видите, отличается так от обычного тинкерс констракта. Но на самом деле все достаточно просто. Как только мы начнем с ним более плотно работать, я вам покажу, что к чему. Есть только одна проблемка. Я ж дурак, я ж выкинул, по-моему, весь порох. Вот это вообще беда. Я его просто помню, что я его вычищал. И вот это будет крайне охренительной проблемой для меня сейчас. Если со всеми остальными ресурсами, черт бы с ними, я их надыбаю, то с порохом, я походу приплыл. Это крайне печально, 50 пороха иметь. Так, мне нужен песок. Их есть у нас. Секунду. Сейчас мы пролистаем. Порох, песок и редстоун. Ну, у редстоуна я еще не настолько глуп, чтобы выкидывать его у меня есть. Другой вопрос, что пока мы, по-моему, еще не сможем ничего туда запихивать. Но можете сможем, я не знаю. Нет, сможем, смотрите-ка. Вот только он заполняет не совсем так, как надо. Он заполняет так, как он хочет. Так, сейчас, секундочку. Все верно. И теперь давайте возьмем железо. Размажем вот это все. Никуда мы не размажем, потому что у нас пока еще печь не готова. Так, это у нас крыша. Подождите, это получается не 4, это получается 3. Обидно, маловато. Надо 4. Не знаю, зачем мне спрашивать, просто надо. Надо. Вот и все. Значит, пока потусим. Да, мобов я уже не убиваю. Я на них забил болт. Надоели они мне. Потом буду убивать, но делать это будет автоматически. Кто-нибудь. Но явно не я. Пока что у меня пыльки, точнее, не пыльки, а костной муки достаточно, поэтому я дикой голодухи не испытываю. Хотя это последний стак персиков. Но я, честно говоря, специально их не добываю, потому что не хочу захламлять инвентарь лишними стаками персиков. Так, нам нужен кастинг резервуар, точнее, летений. Давайте сделаем, пожалуй. Чего бы нет. Ну и слив. В принципе, вот примерно вот так это все будет выглядеть. Сейчас мы дрейн сразу насобачим и поставим под него резервуарчик. Жбенькс. Жбенькс. И я, наконец-то, смогу сапгрейдить столик из тинкерс констракта, чтобы можно было уже на нем делать топорик нормальный, который рубит под ноль дерево, сразу же. Потому что то, что сейчас, это немножечко маразм попахивает. Опять все равно три. Блин. Ладно, хрен с ним. Три так три. Видимо, судьба такая. Ну да, по сути, три. Не гуд. Учитывая, что тут по 8 милибакетов, мне вот этого обожженного камня хватит. Ууу, как надолго. Я прям даже не знаю, на сколько. На миллион лет. Так, а что у меня по по кирпичам тоже пока все отлично. Надо будет еще попытаться автоматизировать приготовление глины, и будет вообще прекрасно. Да, кроме того, прежде чем мы еще не начали, давайте возьмем одну каблу. Да, я тут, кстати, за кадром делаю еще обсидиан, для того, чтобы сделать из джабы апгрейды для бесконечного внутреннего хранилища в сундуках. Так, что я хотел сделать? Я хотел ничего не делать, я хотел взять рычаг. Так, секундочку. Есть у нас еще одна такая плюха. Если мы будем делать на древесном угле, то все будет хорошо, но медленно. Если мы будем делать на древесном угле, но из блоков чаркола, то разогреваться будет намного все быстрее. Собственно, этого мы добиться и хотим. Быстрого нагрева. Медленно нагрев нам не нужен. Да, кстати, сразу же предупрежу, в отличие от печи из Тинкерс Констракта, разбирать эту печь не стоит. Если вы ее разберете, она потеряет всю свою температуру, которую он накопил за все время. Поэтому не надо, не надо. Так, где мой рычажок? Сразу же нацепим. Викл. Ну что, у нас осталось 12 блоков кирпича. Такого вот. Я вот, знаете, после того, как посмотрел на этот мод, мне жутко захотелось его взять к себе на 1.7.10, ну и на будущей сборке. Но, к сожалению, я обломался. Обломался в том смысле, что такого мода на 1.7.10 уже не существует. То есть, автор этого мода забил болт. 1.64 была последней. То есть, даже ни на 1.7, ни на какую не вышло, короче. Так, чё, обидно. Такс, доделаем печь. И заглядываем. Я догадываюсь, что неверная структура, потому что я идиот. По-моему, этот мод, да, собственно, как и основной тинкерс констракт, он не любит, когда структуры стоят на краях какие-либо. То есть, соответственно, мне надо, скорее всего, вот сюда поставить мой хай овен. вот, видите, здесь уже всё окей. Так, вверх порох, дальше редстоун и песок. Здесь мы берём железо, и если это получится, размазываем. Получилось, прекрасно. Засовываем сюда блок чаркола. Далее не забываем поставить сюда рычаг. И включаем. Она начала работать. Если мы ставим блок чаркола, то прибавляется по 8 градусов Цельсия. Если мы ставим уголь, то по 2 градуса Цельсия. Ну, понятно, да, в 4 раза быстрее. Поэтому я не откажусь от 4-х кратного прироста скорости. По температуре нам надо порядка 1500 градусов. Это, ну, я бы сказал, очень даже немало. Учитывая, ну, вы видели, как медленно поднимается температура, это действительно очень мало. Ой, очень много, точнее. Так, что у нас? 350, 360. Ну, в принципе, я думаю, нормально будет. Хава-то нам, по-моему, тоже достаточно быстро, или нет? Слушайте, ну, на удивление она вообще не хавает, по-моему. Я уже до 500 градусов, это одна треть то есть нужной температуры, которая мне требуется, нагрел на... все еще на одном блоке. Ну, тогда, может быть, я зря паниковал. Я почему-то думал, что она сейчас просто жрать начнет как не в себя эти блоки угля. Может, конечно, здесь не отображается. Прогреть все может быть. Но, тем не менее, все равно будем пока ждать все это будет... Будем ждать, пока все это будет переплавляться. Так, что у нас здесь? Здесь все еще. Сундук полный. Я не могу пока вот то, что здесь осталось, перекинуть на ту печь, чтобы она работала, потому что у меня каждая печь работает со своим ресурсом и перекидывать из одного в другую. Мне тогда придется перенастраивать трубы, а я ой, как не хочу. Я вот эту чертову кровь... Вы не представляете, как затрахался перегонять. Надо там... Обязательно отключить, успеть включить. Ааа, жесть, короче. Ну нафиг. Давайте пока возьмем себе блок. Точнее, не блок, а стак. Как это называется эта штука? Я забыл. Костная мука. Пойдем. Тридцать две. У меня должно получиться тридцать два персика с одного блока. Ну, может быть, тридцать три. Учитывая, что он уже поспевший, то, может быть, и тридцать три будет. Хотя нет, тридцать два. Потому что мне надо две костных муки на один персик, чтобы он вырос. Так. Хотел сказать, что я просчитался. Ну да, вот, тридцать три. Вот так вот, собственно, еда у меня сейчас и добывается, чтобы особо не париться. Вот, температура уже подходит к нужной нам. У нас все еще один блок угля чидит. И давай, 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 давай. Давай. Сейчас будет жбенька, и у нас пережарится. 1500 градусов. Опа, улетело. И у меня 3888 стали. Выливаем. Уже не хочу выливать. Вот не поверите. Почему? Потому что я ленивая жопа. Я уже привык к автоматизации. Поэтому давайте сталь сливать тоже на автомате. Единственное, что блин, как бы там прямостячить-то. Давайте вот так, вот так, и два сервопривода и сундук. Чем больше температура у данной печи, тем быстрее она начнет пережаривать сталь. То есть, как вы видите, уже 1800, и скорость уже достаточно неплохая. Так, ставим сервопривод. Сюда ставим сервопривод. Сюда ставим сундук. И на выходе мы, получается, имеем что? На выходе мы имеем сталь. Стало столько настроить, все правильно. Так, все поехало. Здесь сталь экспортируется. и все отлично, все замечательно, все прекрасно. Сейчас у нас начнется ну вообще быстрая переплавка. Главное, чтобы она нахер не взлетела. Я просто честно не знаю, взлетает ли она на воздух или нет. Надеюсь, что нет. Так, ну что, тинкерс. Давайте сейчас к обычному тинкерсу обратимся. Для того, чтобы сапгрейдить, нам надо 24 блока стали. Их есть у нас. Кстати, сталь круче, аллю. Ты какая? Кирката вообще, господи. Алюмитовая. Насколько я помню, она покруче. Она, если это ордит, хотя может и нет, посмотрим. Такс, такс, такс. Мне нужен тупорик. И мне нужны кирпичики. Я надеюсь, что я их не испохабил все. Кирпича мне надо 12 штук. И, ребятки, наконец-то мы таки добились того, что теперь мы сможем сделать офигенное топорище. Просто обалденное топорище. Вот такое. И чего будем делать? Да хрен его знает. Но почему бы и не из стали? Так ведь? Так ведь. У нас времечки пока есть. Давайте попробуем сделать топорище. И, в принципе, будем уже, наверное, завершать. Так, давайте еще пока размажу все это дело. Мне как минимум 48 можно всего этого действа туда запхать. Потому что у меня на каждый раз тратится порох. Видите? Соответственно, еще раз повторюсь, я могу 47 раз пережарить. у меня будет несколько стаков стали. Это хорошо. Потому что я не хочу больно часто к ней прибегать. Я лучше сразу же нажарю до черта и париться не буду. Сколько тут? Ну, а тут в трубе, видимо, еще сколько-то есть. Я не знаю, сколько. Я пока оставшиеся кирпичи заберу с собой. Итак, для того, чтобы нам сделать топор, нам нужны, естественно, всякие вот эти штуки. Вот раз, вот два, вот три и вот четыре. Вот эти четыре штуки нам нужны. Сейчас я перепроверю. Но, в принципе, да, все верно. это получается все, что нам надо. Дальше нам нужен стак каблы. Где-то у меня он был. Стак, ну, просто для того, чтобы потом двадцать раз не бегать. Раз есть. Два есть. Три есть. И четыре есть. Как-то так. Как-то так. Так, так, если у нас четыре формочки, давайте попробуем четыре слитки туда закинуть. Я очень надеюсь, что мне этого будет достаточно. Так, что у нас здесь? А здесь у нас все готово. Ну, в смысле, все сделалось. Забираем вот эту штуку. и пока там переплавляется, мы кладем это сюда и ждем. Пока подходим и радуемся, что у нас до сих пор не ушло ни хрена угля. И переплавка сейчас на максимальной скорости, потому что три тысячи это уже максимум данной печки. Вот, собственно, вот так вот в данном моде делается сталь. Достаточно просто, не особо напряжно. И у меня получится, ну, конечно, если бы у меня была высота в пять, то я бы мог получить пять стаков, а не три стака. Но я думаю, я вот переживу, потому что у меня банально пороха сейчас нету. Ну и тем не менее, когда он мне понадобится, у меня его будет уже много, поэтому в крайнем случае сталь я всегда смогу сделать. Давай, латунька, давай быстрей. Двигай, двигай телом. Что у нас здесь? Здесь все еще беда. Мне кажется, что печь тупит. Потом я думаю, что нет, хватит, надо завязать с наркотиками иду дальше. Так, алюминиевая латунь есть. Вот, ребят, если кто знает, подскажите мне, пожалуйста, как сделать из алюминиевой латуни, вот чтобы мне отображалось здесь не милибакеты, а именно сколько слитков там есть. Потому что мне, честно говоря, неудобно все это дело, когда все отображается в милибакетах. Я, конечно, помню, что 144 в одном слитке, что там 1200 сколько-то там в одном блоке. Ну, блин, мне реально лень это считать каждый раз, каждый раз это вспоминать. Если кто знает, какие конфиги надо поправить, то напишите, пожалуйста, я их поправлю. Потому что мне уже еще раз повторюсь, надоело это дело. Так, ну, давай, ей. Все у нас, блин, я чуть не сжахнулся сейчас. Да, я все еще выкидываю все в овраг. У нас все замечательно, возьмем, я думаю, где-то, пусть 4 блока будет стали. Засовываем пока что на переплавку и заодно я хочу проверить это на кирке. То есть, у меня есть еще одна кирка, которая может добывать стон, а это может добывать я что-то не вижу, ордит. Вот, вот сапгрейдим кирку до стальной эту и сделаем себе абсолютно на полностью стальной топор то есть не составной какой-то именно полностью из стали не хочу особо составные топоры делать тем паче что стали у меня до черта сейчас будет так давайте наверно тот вот камушек который у меня остался я тоже скину наш чешский пипец тоже скинул этот сундук ну и пока что все я палку не выкинул до сих пор стали пока половинка что у нас тут ему происходит тут ему у нас 46 осталось кстати у нас очень быстро начал тратиться песок медленной медленней порох и красная пыль это не проблема это мы можем принести песок и красную пыль ваще без бы где-то шпень и шпень все прекрасно пусть пока дальше работает возможно эти проценты это вероятность того с какой вероятностью дачи используется данный ингредиент но я не знаю то есть 33 процента используются gun power но хз я чуть мне кажется вряд ли типа стопроцентный песок 65 ну по сути надо будет посмотреть да ребят смотрите к сэнда больше уходит так что наверное действительно это так сэнда по 3 наверно уходит да 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 то есть это вероятность в книге отображена вероятность с какой вероятностью тот или иной предмет у нас будет удален gun power меньше всего вероятность здесь у нас меньше всего вероятность у эссенс бэри и тут меньше всего вероятность у хэмбон не знаешь что такое но песок бесплатен поэтому а ну к черту песок бесплатный вы чё опорах а ну значит все ребят значит облом значит каждый вот этот блок он каждый за себя щиты то есть не то что они одновременно и берут всего один порох нет то есть каждый блок 33 процента вероятно что порох заберется в итоге может они каждый каждый взять по одному пороху у меня минус 3 пороха будет сразу так что все разобрались как это работает поняли что это означает что я так и не понял что там этот англичан не объяснял ну не мне конечно вообще по поводу этого мода да самое главное забыл хирочку хирочку на верши и давайте стальная власть лично да вот здесь вот по 8 слитков то есть что вот поэтому я хочу знать сколько слитков у меня в моей печени потому что видите даже тут написано мбм или бакет то есть тут вот не на 1000 надо делить тут наделить на 1200 сколько-то там типа 1296 или чуть типа того и еще раз повторюсь это пипецки неудобно сколько раз не пытался запомнить ни хрена не получилось и моим левел даймонд всего вот это говно вот это вообще ребята и как у ли они кирка манин левел даймонд скорость добычи 8 ну ладно хрен с ним блин но это все виноваты конечно ребятушки похоже которые делали агровин скайс потому что так то сталь и алюмит манулин это другое помда да стали алюмита но одинаково грейда получается а ну она она наверное все таки она одинаково грейда с алюмитом а у нас получается что все таки она немного разная ну чё собственно моя мечта исполнилась мы сделали себе охренительный топор мы навесим на этот топор потом авто починку и будем жить припевающе и нася его постоянно с собой чем нет по уму все замечательно рис ты вас durability 400 400 400 и то есть 1200 что ли быть ну я хз короче как из этого получилось 2 900 но как-то получилось и я инженер профессионал вот вот такие вот собственно дела именно это я хотел построить теперь я счастлив и рад как видите у меня ломается полностью усю дерево более того я получу первый грейд до того момента как у меня сломается моей мой топор почему но потому что у него xp надо 900 а его прочность 2900 то есть соответственно я пока он не сломается могу три раза получить апгрейд то есть до 2700 получится то есть как видите намного намного быстрее все теперь делается и теперь добычи дерево для меня не будет вызывать попа боли да конечно многие могут сказать что надо было тебе три капитетер стоит но ребят я очень давно играю с модом тинкер с констракт и после того как я начал с ним играть я понял что 3 капитет и тор нафиг не нужен но потому что он изначально дает вот такую приколюху что можно изначально рубить деревья под корень да а вот чтобы поинтереснее было и немножечко посложнее вот для этого вам надо распахать тинкер сканстракт сделать из него топор но есть конечно и другие то пари по вам исей не ошибаюсь батаний есть топор из ты роста ли которые тоже умеют рубить под корень но в любом случае для этого вам надо немножечко развиться. И вот этот уже мне, как кажется, поинтересней. То есть, только из-за этого я не ставлю трекапитетера. Ну, собственно, что. Давайте на этом уже будем заканчивать. Как вы видите, я достаточно быстро раскосил всю свою делянку. Ну, а на этом все. С вами был Wages of Seen. Это была игра Minecraft. Сборка Сан... Ой, сборка Аграриан Скайс. Версия Майна 1.6.4. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Да, это 15 серия, но это уже для меня. Всем пока.